В Ростове-на-Дону прошло первенство России по современному пятиборью среди кадет. Чувашию представляла Софья Самсонова. Она не заняла призового места, но достигнутые результаты позволили ей получить второй юношеский разряд. Сейчас Софья готовится к покорению новых вершин. Как проходят тренировки у универсального спортсмена? Что такое комбайн в многоборье? Смотрите в сюжете. Она твердой рукой держит пистолет, уверенно сидит в седле, виртуозно владеет шпагой, одинаково быстро плавает и бегает. Софье Самсоновой всего 15 лет, но за ее хрупкими плечами яркая спортивная жизнь. Современное пятиборье. Этот уникальный вид спорта она открыла для себя недавно. Фехтование, бег, стрельба, плавание и конкур. Каждая из дисциплин – полноценный олимпийский вид спорта. Комбайн или кросс, совмещенный со стрельбой – финальная и самая непредсказуемая часть соревнований. Приличная стартовая позиция, заработанная в первых трех испытаниях, победы не гарантирует. Важна и выносливость, и меткость, а главное – скорость. Человек пробегает 3 километра и всего 3 рубежа. На рубеже он стреляет 5 мишеней, при попадании бежит дальше. Стреляем лазерным пистолетом. Он без пуль, поэтому безопасный. Без спорта Софья Самсонова себя уже не представляет. Спортом я начала заниматься с раннего детства. В 7 лет родители меня пустили в большой теннис. После я начала ходить на плавание. После плавания мне очень полюбились лошади, и я начала заниматься конным спортом. Три года я прозанималась, выполнила второй разряд. Сейчас я выступаю в категории кадеты «Б». Туда входят плавание, бег и стрельба. Бег и стрельба совмещены в комбайн. С 17 лет добавляется еще и фехтование, и с 18 начинается конкурс. Как рыба в воде. Спортивную форму Софья сменила на купальник. Плаванием она занимается пятый год. Говорит, за время своей водной карьеры были мгновения взлетов и падений. Но главное – это не отчаиваться и идти к намеченной цели. Воля к победе у нее в крови. Мотивация для меня, наверное, служит желание развиваться. Также и поддержка родных. Мои родители были спортсменами. Вот всегда нравились их рассказы. Атмосфера соревнований, там, где они выступали. Я тоже хотела бы многого добиться, так же, как мои родители. Конкурс или преодоление препятствий на лошади – самый зрелищный этап пятиборья. Для того, чтобы прыгать через барьеры красиво и без помарок, необходимо чувствовать животное и быть предельно внимательным. Ведь перед прыжком лошадь развивает большую скорость и нужно уметь удержать ее на дистанции. Любовь к этому удивительному животному сочетается в Софье со спортивным азартом и стремлением к победе. Федерация современного пятиборья в Чувашии была создана в конце прошлого года. Спортивной кузницей станет Новочебоксарская третья школа Олимпийского резерва. Там и планирует воспитывать пятиборцев. Мы надеемся, что благодаря Софье у нас вот этот спорт будет востребован здесь, в Чувашии, и будет развиваться. Здесь у нас созданы благоприятные условия, хорошая спортивная база, манеж, легкоатлетический 50-метровый бассейн, спортивные залы. Также есть в Новочебоксарске конная спортивная школа. Перед нашим спортивным комплексом поставили следующую задачу, чтобы мы подготовили спортивные площадки для фехтования и бег с стрельбой из лазера. Все это выведет Чувашский спорт на еще более высокий уровень. Первые соревнования в Чувашии состоятся уже 7 апреля. Пока это будет двоеборье или лазерран. Бег на дистанцию 3000 метров с четырьмя огневыми рубежами. Но со временем соревнования будут проходить по полной программе. Рефат Фадкулин, Денис Ноздрюхин, Республика.